Всем привет. Актау, город на юго-западе Казахстана, областной центр Мангистауской области. С 1961 по 1963 поселок Актауский, город Актау. С 1 июля 1964 года по 13 сентября 1991 года город назывался Шевченко, в честь украинского поэта Тараса Шевченко, находившегося в середине 19 века здесь в ссылке. Появление города стало результатом принятого руководством Советского Союза в начале 1950-х годов решения о создании ядерного щита страны с участием Министерства среднего машиностроения и под управлением тогдашнего министра Ефима Славского. Город был построен с чистого листа по генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом. В рамках развития новых молодых городов Советского Союза. Куратором от института выступал архитектор Михаил Левин. В качестве городообразующего предприятия был построен Прикаспийский горно-металлургический комбинат, который включал в себя добычу урановой руды, ее переработку и обогащение. Сеть предприятий этого комплекса обеспечивала основное производство химическими реагентами. Азотно-туковые и серно-кислотные заводы. Теплоэлектроэнергии, водой. Была построена инфраструктура города, обеспечивающая проживание людей в безводной пустыне. Строительство города осуществлялось Прикаспийским управлением строительства под руководством ЛН. Томашевского. Октал не имеет естественных источников питьевой воды, город полностью обеспечивается переработанной морской водой. Пресная вода производится из сильноминерализованного природного источника путем ее разбавления дистиллятом, производимым из морской воды в промышленных многокорпусных испарительных установках. Самоварах. Для водоснабжения города и предприятий были построены промышленные опреснители, использующие вторичный пар стец. В том числе и реактора на быстрых нейтронах БН-350, в настоящее время остановленного и заглушенного. Который являлся первой в мире атомной опреснительной установкой мощностью 120 тысяч метров воды в сутки. После распада СССР Октал в основном стал центром разработки нефтегазовых месторождений, как старых, открытых еще в 20 веке, так и новых. ЖТБАЯ Каламкаса, Каражан Баса, Атамбая Сарытюбе, Аймаши, Комсомольского, Северного Бузачи, Каракудука, Толкана и Армана. В 2018 году в Октал проводился пятый саммит прикаспийских государств, участие в котором приняли президенты Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркмении. Город находится на берегу Каспийского моря. По краю Октал тянутся набережные и пляжи. Питьевой водой город обеспечивает водоопреснительная станция «Маек», на которой подготавливается и смешивается произведенный дистиллят из морской воды со слабоминерализованной артизианской из месторождения Куйлюс, так как вблизи города нет природных источников питьевой воды. Климат, пустынный, засушливый с очень жарким летом, средняя температура января плюс 1,4 Си, июля плюс 29 градусов. Летом температура может достигать плюс 45 градусов, грунт же нагревается на солнце до плюс 70 градусов. Вся растительность требует полива. На начало 2020 года, население города – 183 097 человек, в составе территории городского Акимата – 187 690 человек. Порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря и является единственным портом Казахстана, предназначенным для международных перевозок различных сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов. Создание периферийных промышленных центров, а также интересы укрепления обороноспособности страны бывшего Советского Союза требовали соответствующего транспортного обеспечения, в частности, морского сообщения. Паромная переправа через Каспийское море Алят, Актау-Порт является частью международного проекта «Шелковый путь». Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Китай. Проложенного в обход территории России. Для транспортировки продукции урановой промышленности и нефтяных месторождений Мангышлакского региона в 1963 году был построен порт Актау. Позже порт сыграл значительную роль в строительстве атомного реактора БН-350, заводов в химической отрасли и непосредственно самого города Актау. Грузооборот порта составляет 16,8 миллиона Т. В год существуют планы по увеличению грузооборота до 20,5 миллиона Т. Достопримечательностью Актау является маяк, расположенный на крыше жилого дома, что находится в четвертом микрорайоне. Также с 2018 года для жителей города и туристов была открыта специальная скальная тропа на берегу моря, представляющая собой тропу из досок в несколько километров с разноцветными светодиодными лампами, деревянными перилами и множеством скамеек. Пляжный сезон в городе длится с конца мая по конец августа, когда море нагревается, средняя температура воды в море плюс 18 градусов. В городе имеется множество современных баз отдыха и пляжей. В районе города Актау море большую часть года холодная. Есть два театра. Кукол и музыкально-драматический кинотеатр. В Актау развита ночная жизнь. Есть множество ночных клубов и кафе. Каждый год с 2012 Гуар Джонас по 2016 год в городе проходил Акта Опен Фест. Это мероприятие развлекательного характера, которое длилось три дня прямо на берегу моря с песнями в исполнении одних из самых популярных певцов СНГ и региона. В городе базируется футбольный клуб Каспий и баскетбольный клуб, с одноименным названием Каспий среди населения развита спортивная подводная охота при его федерации подводного спорта Мангистаусской области, вольная борьба бокс, дзюдо и пляжный волейбол. Из спортивных единоборств есть и кунг-фу, каратэ да, муай-тай, армейский рукопашный бой, кикбоксинг, грэпплинг, кудо, отделение панкратиона. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи!